Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ксения Кастая и главное к этому часу. Он объяснил, что нужно делать, чтобы подобных прецедентов больше не было. Но мы же не выводим людей на улицы. Конечно, нам выгодно, чтобы было законодательство более демократическое. Но мы-то страдали. Нашу партию запрещали в сентябре 1991 года на территории Москвы. Нашу партию от выборов отстраняли в 1999 год. То есть мы больше всех не терпели. Меня трижды задерживали на Пушкинской площади, Новопушкинский сквер и на бульварах. Но 30 лет назад, да. То есть мы все это прошли и сегодня мы, как говорится, всегда выступаем за свободные выборы, за прозрачные выборы. Всех регистрировать и по партийным спискам надо делать, чтобы выработать какую-то идеологию и создать более реальную двух-трех партийную систему. То есть мы в авангарде идем и демократических процессов, и экономических, и военно-политических. Пьяные лавочки, трава по пояс во дворах, безобразная работа управляющих компаний, которые изначально были призваны сделать жизнь москвичей удобнее и комфортнее. Бесконечные очереди в поликлиниках. Это лишь малая толика вопросов, которыми всерьез намерена заниматься кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Шманцарь. Жители, соответственно, как и в других районах, жалуются на благоустройство, на деятельность местных ГБУ жилищников, потому что то состояние, в котором находится территория, оставляют желать лучшего. Трава не покошена, лавочки находятся в шатком состоянии. Даже в одном из районов у них эти лавочки не назвали пьяными, поскольку они действительно не имеют устойчивого состояния. А также даже в некоторых районах, казалось бы, Москва, город с огромным бюджетом, но тем не менее в некоторых районах разбитые дороги. Состояние оставляет желать лучшего. Недавно я столкнулась с тем, что мы поехали с моими ребятами, с моими активистами пообщаться с жителями и уточнить, какие есть вопросы, какие есть проблемы. И жители сказали, что им важно, чтобы появился переход к торговому центру Азовский. В районе Зюзина я столкнулась с тем, что не работает качественно поликлиника. Постоянно очереди. Для того, чтобы люди сдали анализы, им приходится ждать две недели. То есть человек сдаёт анализы, а результаты через две недели. Скажите, пожалуйста, будет ли потом по факту, когда придут результаты анализа, объективны ли данные? То есть состояние человека может поменяться. И действительно, тем более пенсионеров очень много проживает, и они жалуются на то, что они не могут попасть, записаться на приём. И также говорят о том, что в больницах работают некомпетентные люди. То есть также будем прорабатывать эту проблему. И это далеко не просто слова. Юлия Шманцарь, будучи депутатом сельского поселения Молоковска, Ленинска, в районе Подмосковья, на деле доказала, что готова бороться с чиновничьим произволом. Заложниками истории, о которой наш следующий сюжет, с мая 2017 года оказались все пациенты, медперсонал. А чем занимался руководитель районной клинической больницы города Видное в нашем специальном репортаже. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на ЛДПР-ТВ. До свидания. Напряжение такое жуткое. Люди боялись своей тени, боялись сказать, шарахались друг от друга. Что такое происходит? И нет коек, где больные будут разместиться. Начнулись какие-то гонения. У нас люди стали так бояться. Беру под личный контроль. В нашей партии есть огромная сила. История эта началась в конце декабря прошлого года, когда в ЛДПР обратились пациенты, медперсонал и руководство районной клинической больницы из Видного. Доведенные до отчаяния люди просили разобраться и помочь в непростой ситуации, которая сложилась за последние несколько лет в этой клинике. Ситуация действительно выглядела как беспредельная. Все финансирование из бюджетов разного уровня главный врач распределял по собственному осмотрению. Только на обслуживание 18 автомобилей, причем представительского класса, было потрачено более 4,5 миллионов рублей. Бесконтрольное расходование бюджетных средств – это еще полбеды. Пациенты были вынуждены закупать для себя даже самые простейшие лекарства самостоятельно. Неужели об этом не знали в Министерстве здравоохранения области? А как главный доктор клиники обращался с персоналом, вообще плохо поддается пониманию. Необоснованные увольнения, угрозы, запугивание тех, кто пытался вернуть зарвавшегося руководителя хотя бы к цивилизованному диалогу. Мизерные зарплаты. При этом сам Виктор Иванович Барсук мог выписать себе премию в 600 тысяч рублей. У нас люди стали так бояться, у нас такого не было. Как в 1937 году люди боялись своей тени, не боялись сказать, шарахались друг от друга. Потом стали бояться даже подходить ко мне, когда уже поняли, что я веду какую-то борьбу с Барсуком. Взять под контроль ситуацию Лариса Волощук попросила депутата Государственной Думы от ЛДПР. Здесь в видном у жителей к ним доверие. Я не просто беру под личный контроль, я выделяю отдельного помощника, который здесь местный депутат, он же мой помощник, который будет в ежедневном формате, он еще и юрист ко всему, который будет в ежедневном формате анализировать документы, помогать готовить правильные обращения. Я еще своих коллег-депутатов подключу, мы сделаем коллективное обращение. Это крайне важный вопрос, его нужно незамедлительно решать. И стали решать. Уже в начале января на имя прокурора области в Следственный комитет, счетную палату региона, к губернатору были высланы запросы и обращения. В деле наметились положительные тенденции. А тем временем заслуженный врач Лариса Волощук, вместо того, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, ходила по судам и доказывала свое право на работу в родной клинике. В начатую брысуком оптимизацию деятельности учреждения, как вы понимаете, попала наша Волощук. Мне стали выдвигать такие абсурдные достаточно обвинения в виде дисциплинарных взысканий. Притом очень быстро они пытались их нагнать для того, чтобы под их уже накопившимся базой меня уволить. Ну и вообще просто абсурдно. И как бы абсурдно ни звучало, но руководство Видновской больницы под шумок оптимизации, помимо своего персонала, решило избавиться и от двух лучших отделений в клинике. Третьего хирургического и офтальмологического. И об этом тоже не могли не знать чиновники от областного здравоохранения. После прихода нового руководства, возглавляемого Виктора Ивановича Барсуком, на нас начались какие-то гонения. Мы за год на 15 койках, у нас двое хирургов, мы зарабатываем около 22 миллионов, даем больнице прибыли. Чистые прибыли около 8 миллионов в год мы приносим. Нас неоднократно он предупреждал и хотел закрыть, но все-таки приходилось отстаивать, доказывать на цифрах нужность и необходимость нашего отделения. Мы получили уведомление на основании приказа, который выпустило руководство больницы, исполняющие обязанности главного врача Устинов Филипп Сергеевич. На основании приказа наше отделение должно быть переведено из этого корпуса, где мы сейчас располагаемся с вами, в центральный корпус, где нет условий для размещения отделения. Там просто нет площади и нет коек, где больные будут разместиться. Причем это все было сделано без уведомления, без проработки вопроса, как обычно делается в грамотных коллективах и грамотным руководством. А это инфекционное отделение Видновской клинической больницы или то, что от него осталось. Здесь нет окон, крыши, и помещение разрушенное уже стало пристанищем для местных бомжей. В боях без правил Видновской клиники была только одна пострадавшая сторона – больные. На их глазах происходила ликвидация качественной медицины в отдельно взятом районе. Если это произойдет и закроет 3-е хирургическое отделение и разгонит этот коллектив, ну я не знаю. Мы находимся почти в километре от МКАДа, это же такое происходит. А произошло то, что уже в середине января официальные запросы и обращения, которые организовала муниципальный депутат Юлия Шмансарь, дали вполне конкретные результаты. Компетентные органы начали скрупулезную проверку финансовой документации клиники. А у следователей СК возникли к господину Барсуку серьезные вопросы коррупционного плана. Февраль 2019 года. Видное – митинг. Организован штабом ЛДПР. Повестка – кризис в системе здравоохранения. Со времени обращений Ларисы Волощук прошло 2 месяца. И новость. Барсука отстранили от должности. Я хочу сказать огромное спасибо, конечно, за эту работу. Но эта работа еще продолжается и будет продолжаться, и она уже идет. Поэтому мы будем надеяться на лучшее благодаря вашей партии. На сегодняшний день Барсук написал заявление по собственным желаниям на увольнение. Ряд сотрудников тоже написали заявление на увольнение. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы здравоохранение Винненской районной клинической больницы было качественным. Июнь 2019 года. Министр здравоохранения Подмосковья покинул свой пост. Бывшим главным врачом занимается Следственный комитет. Оказалось, что обычный муниципальный депутат из небольшого подмосковного поселения, которого и на карте-то найти сложно, вполне может, выражаясь народным языком, свалить целого министра и напрямую влиять на кадровые перестановки. Причем любого уровня. Все мы вместе объединили свои усилия. И сами активные граждане, и я как муниципальный депутат, а также поддержка ЛДПР. Результат? На сегодняшний день главврач снят с должности. А, как говорят, ушел по собственному желанию, написал заявление. Но на этой же неделе с такой же формулировкой ушел с должности и министр здравоохранения Московской области. Я уверена, что он не мог не знать о происходящей ситуации в Видновской больнице. Действительно, у нас в нашей партии есть огромная сила. А сила в правде, когда обычный муниципальный депутат точно понимает, в чем его долг и ответственность перед своим избирателем. И хорошо бы, чтобы вот такой вот муниципальный депутат от ЛДПР был не только в Москве и ее области, но и в каждом районе нашей страны. Перефразируя известную поговорку, остается добавить. Один в поле воин, только воин должен быть настоящий.